Новосибирские новости 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 по всем объектам и готовность строительных предприятий уже предварительной работы ведется. Мы эту работу развернем активней и с участием уже федеральных средств постараемся работу не в пятилетнем периоде, вот по этим 174 домам провести, а ранее. В этом году аварийными признали еще 24 дома. Благодаря тому, что возобновили финансирование из федерального бюджета, их тоже расселят в ближайшие пять лет. Еще одна проблема – снос уже расселенных домов. Очень часто собственники коммерческих помещений не хотят их покидать. Здание по адресу Красный проспект 171 – типичный пример. Здесь собственники коммерческих помещений не хотят их покидать, хотя дом уже давно признан ветхим и даже расселен. На втором этаже, где были обычные квартиры, никто уже не живет, некоторые окна даже заколочены. А вот на первом магазины как работали, так и работают. Пока остаются собственники, которые не согласны с условиями выселения, даже если эти условия полностью законные, сносить здание нельзя. Разрешить такие ситуации чаще всего удается только в суде. Михаил Якимов, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Задолженность по имущественным налогам. О своих задолженностях можно узнать в налоговой инспекции по месту учета имущества на сайте налог.ру и через единый портал госуслуги. Погасить задолженность можно в банке, через терминал самообслуживания, с помощью электронных сервисов на сайте налог.ру, в мобильном приложении налоги физических лиц и через госуслуги.ру с помощью сервиса налоговая задолженность. Помните, пени за долг начисляются ежедневно. Не забудьте заплатить налоги до 3 декабря 2018 года. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый. С начала года в Новосибирской области выявили более 3 300 новых случаев инфекции. Наш регион по этому показателю занимает первое место в стране. В этом году по итогам трех кварталов мы регистрируем превалирование полового пути передачи. То есть если изначально, мы говорили с вами в прошлых наших встречах, чаще всего инфицировались люди при парентеральном употреблении психоактивных веществ с немедицинской целью, то сейчас эти пути передачи выравниваются. Что это значит? Да, на самом деле эпидемия перешла в социально благополучные группы. В нашем регионе сейчас проживают 38 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. В этом году лечением охватили почти 60% тех, кто находится на диспансерном учете. Для сравнения, в прошлом году было 45%. Самое главное – это профилактика. В городе и области работают тест-мобили, где можно быстро сдать кровь и узнать свой ВИЧ-статус. С начала года в них прошли тест 36 тысяч человек. Более 2,5% узнали, что они ВИЧ-инфицированные. 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. И завтра в Новосибирске на нескольких площадках можно будет сдать кровь на ВИЧ. Сегодня молодежь, которая начинает строить взаимоотношения, строить семьи и так далее, и так далее. Но мы, вот про то, что сказала сейчас Елена Викторовна, вы никогда не знаете. Ваш партнер может находиться в серонегативном окне и даже сам не знать, что он инфицирован. Поэтому сегодня профилактика, знание своего ВИЧ-статуса – это только каждый из нас может, знаете, сделать такой барьер и не дать передачи инфекции дальше в популяцию. Новосибирцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Митинг в сквере «Покорители атома» посвятили 32-й годовщине возведения саркофага над атомной электростанцией. У нас стоит монумент «Покорителям атома». Он посвящен ветеранам атомной отрасли и ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Поэтому по-другому, наверное, мы не можем. Мы так привыкли. У нас такой русский, сибирский, настоящий менталитет. Отдавать дань памяти и просто уважать друг друга. Горожане возложили цветы к монументу «Покорителям атома». В сквер пришли и те, кто участвовал в ликвидации катастрофы, и вдовы погибших героев. 26 апреля 1986 года произошла самая крупная техногенная катастрофа в истории атомной энергетики. Около 600 тысяч ликвидаторов со всего бывшего СССР участвовали в тушении пожаров и расчистке. В ноябре 1986 года соорудили бетонный саркофаг высотой более 50 метров. Он накрыл четвертый энергоблок. После этого выбросы радиоактивных элементов прекратились. 1750 новосибирцев устраняли последствия аварии. Почти 700 стали инвалидами. Это единство, это сплоченность, это подъем какой-то, который всегда нам, нашим сибирикам сопутствует. Он и проявился там. Поэтому очень, очень волнительно, что Новосибирск и люди помнят об этом дне и чтут этот день. Док-шоу для собак-проводников впервые устроили в Новосибирске. Участники соревновались в профессиональных собачьих навыках. Поднимали трость, обходили препятствия и выполняли команды. Подробнее о необычных собаках Александра Медведенко. Сегодня своеобразная встреча выпускников. Почти все эти собаки окончили Московский кинологический центр. Уайт со своей хозяйкой на правах организаторов встречают гостей. Несмотря на костюмы и музыку, мероприятие все-таки серьезное. На самом деле собака-проводник – это не цирковая собака. То есть у нее есть свои определенные обязанности, которые она выполняет ежедневно. И от качества их выполнения зависит жизнь незрячего человека, которого она ведет. Вот это как раз те качества, которые мы будем демонстрировать. В зале участники и их близкие – друзья. Десять лет назад в Новосибирске появилось первое в России общество хозяев собак-проводников. Соревнования в формате док-шоу устроили, чтобы рассказать о себе людям, у которых нет проблем со зрением. Мы просто хотим рассказать, что у нас есть такие собаки в городе, что они работают, потому что все-таки у нас доступная среда развивается. И мы должны знакомить людей с нашими собачками, чтобы это не шокировало никого. Если, допустим, 10 лет назад люди больше с опаской относились к таким собакам, то сейчас уже намного проще. Собак-проводников в Новосибирской области всего 17. Не каждый инвалид по зрению готов взять на себя ответственность за чужую жизнь. Для многих слепых собака – настоящий друг. Это радость моему питомцу, моей собаке. Это самое первое, потому что для них эмоции… Ну, они же всегда у нас в работе постоянно. Для них эмоции очень важны. И общение со своими друзьями – это для них очень позитивно. Сегодня за непослушание четвероногих не ругают. Хозяева понимают, что в обычной жизни на этих собаках лежит большая ответственность. От них очень часто зависит жизнь и здоровье слепого человека. Александра Медведенко, Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Новосибирцев зовут на помощь в приютке. Здесь не хватает рабочих рук, волонтеров, которые ухаживали бы за животными. Ждут и новых надежных хозяев для собак и кошек. Во Всемирный день домашних животных в одном из приютов побывала группа городского школьного телевидения. Один из приютов города Новосибирска. Здесь около 170 животных. Все привиты и стерилизованы. Кошки, собаки, дворняки и породистые. Каждый со своим характером. Ждут выходные, как праздника. В воскресенье – день приема гостей. У меня дома есть кошка и собака. И когда я ухожу, думаю, они очень сильно скучают. Собачка скулит, лает. И когда я прихожу в приют, я их просто все хочу забрать, потому что они так одинокие и скучные. Школьники часто помогают приюту. Приносят корма, ошейники, сумки-переноски. Важна любая помощь. Свой вклад вносят и сотрудники приюта. Они – волонтеры. Животных не всегда находят сами. Бывает, четвероногих подкидывают. Это основной поток животных оттуда. Люди кладут собачку в коробочку, тщательно перематывают ее скотчем и выбрасывают. Либо на дорогу, либо к приюту, либо в другое какое-нибудь место. Джека у нас посадили в наш мусорный контейнер. Заботливый хозяин оставил ему еще маленький пакетик сухого корма. Правда, добровольцы признаются – рук не хватает. Да и существует приют только на средства всех неравнодушных. Мы в ответе за тех, кого приручили. Для одних это дело принципа, для других – просто слова. К сожалению, приют переполнен. Но именно ты можешь сделать кого-то из этих животных счастливее и обрести друга. Ульяна Головко, Арина Баби. Специально для Новосибирских новостей. Жители Татарстана, Узбекистана, Алтая, Хакаси, Тывы и Якутии приехали в Новосибирск на международный фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская Чайхана». Это дружба народов. Дружба народов России. Дружба тюркских народов. Тюркские народы, у них культура очень древняя, славная. Содружество культур, конечно, это будет помогать развитию, дальнейшему развитию жизни, быта, культуры всех народов. Горловое пение, мелодия Кура, игра на национальных музыкальных инструментах, народные танцы, ярмарки, выставки, национальная кухня и главное событие фестиваля-конкурс «Тюркский красавец». Такая насыщенная программа ждет всех гостей. Фестиваль «Сибирская Чайхана» призван возрождать и сохранять национальные традиции. Многие тюркские народы малочисленные. Например, Тафаларов, жители Восточной Сибири, сейчас всего 800 человек. В самом названии уже говорится о том, что фестиваль дружбы тюркских народов. Но я думаю, что для общения, для новых знакомств, для того, чтобы дальше продолжать дружить, ездить друг к другу в гости, я думаю, что это только сближает народы и показывает, во-первых, знакомец культуры тюркского народа и зрителей Новосибирска. Древнегреческие страсти в эпоху постапокалиптиса. На сцене театра «Глобус» сегодня премьера спектакля «Лисистрата». Это одна из самых популярных комедий, написанных до нашей эры. Свою версию произведения Аристофана представил режиссер из Петрозаводска Олег Липовицкий. Почему древнегреческая сатира до сих пор актуальна, выясняла Анна Буянова. Брачное ложе или пусть идет война. На сцене театра «Глобус» афинянка «Лисистрата» выдвигает ультиматум. Другого способа заставить мужчин сложить оружие, уверена, девушка, нет. В этом ее поддерживают и другие жительницы Эллады. Мы попробуем. О, милая, одна из детской женщины. Но если мы поверим, воздержимся, спаси родность от такого ужаса. Как ли, сестра-то, ты приблизишь мир, ценой такой. Спектакль идет в бешеном темпоритме. Он идет всего полтора часа. И за эти полтора часа мы выкладываемся на 200%. И есть очень серьезные куски, которые как раз делают отсылку к тому, что это не просто веселье. А во имя чего мы все это делаем на сцене. История о бесстрашной «Лисистрате» – комедия древнегреческого драматурга Ристофана. Впервые ее поставили еще до нашей эры. По мнению артистов театра, пьеса актуальна и сегодня. Несмотря на какое время, пусть это будущее или прошлое, или это древняя Греция, или это вообще какой-нибудь 2018 год, эти темы всегда будут актуальны. Потому что это человеческие темы. К сожалению, так устроен наш мир, что мы немножечко идем по кругу. Мы всегда возвращаемся, знаете, как постоянно наступаем на собственные грабли. То есть, мы бьемся лбом. Мясом наших детей кормят Бога войны! Как и сама пьеса Ристофана, постановка в «Глобусе» полна гротеска и буфонады. Но на этот раз действие происходит не в далеком прошлом, а в будущем. На это зрители намекают современное оружие и костюмы героев. Это будет мир постапокалипсиса. Ну, то есть, случилась катастрофа. Людей осталось немного. Они все в Греции, в общем, остались, только в будущем. И вот все начинается сначала, и человечество снова идет к войне. Какие силы окажутся сильнее? Любовь или жажда войны? Ответ на сцене театра «Глобус». Анна Буянова, Дмитрий Кабанов, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». Частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info можно узнать, какие нарушения чаще всего выявляют в новосибирских дворах. На этом все. Удачи и хороших выходных.